народ всем привет у нас сегодня отличная погода наверное это можно увидеть потому как я щурюсь на солнышке хотя глаза у меня и так не шибко широкие всегда вот такая кайфовая погода сегодня наконец-то ремонты пока закончились все грузовики в рейсе кроме моего и другой белый highway тоже стоит на базе но он уедет загрузка на него уже есть я сейчас смазал седло зацепился жду когда приедет водитель и отправлю его в рейс и вчера я помыл свой грузовичок отдамывал уже ночью его не ну не ночью в темное время суток уже стемнело постольку поскольку амароку мне еще нет он в ремонте женка за мной приехала я особо ничего не убирал побросал тут всем мыльно-рыльные и поехал с ней домой поэтому сегодня только в обед я приперся гараж день тюлень буду сегодня наводить здесь порядок все убирать после ремонтов не могу сказать что раскладывать на свои полочки скорее это всего будет перекладка с места на место мусора много скопилось опять же амарока нету кузова отвезти ни на чем не могу на мусорку в гараже у нас на территории на этой мусорке нету и убираться буду еще для того чтобы освободить место пространство чтобы начать разборку салона на моем хэвэй чеки и наконец-то начать им заниматься потому что уже как бы все основные дела поделаны надо заменить втулку на подъемнике кабины верхнюю надо сегодня и снять отнести токарь чтобы он завтра 7 утра выточил 7 до 8 у нас токарь халтурит здесь дед саша поэтому начну сегодня хотя бы может быть ну блин не знаю знаете уборка это тоже такое не быстрое занятие может и целый день понадобится и целый вечер поэтому сегодня хотя бы у меня план убрать все и снять верхний спальник снять верхний спальник и потом уже когда верхний спальник тяжеленный снят там по частям разбирается вся обшивка ничего сложного просто поэтапно надо я уже знаю как все это делается и не спеша буду это делать и по пару элементов перешивать перетягивать ну перешивать я ничего не буду буду переклеивать скажем так перешивают это профессиональные мастера в ателье материал я вам свой уже показывал из которого я все это буду делать с коврами вроде определился будут простенькие такие коврики ничего там сверх естественного есть конечно план еще губу покрасить под зиму так вчера краска еще отлетела с этой пинки но это как они сказать не заглушки а муж и заглушки то есть вся вот эта пластмасска одевается потом вот этими тут некоторыми штуками защелкивается их забивал молотком через тряпку но видимо трещина в краске пошла тут пленочка видите маленько хочет отвалиться морда вся в пленке здесь это капля мало ли что пока такие храндиозные планы у меня не знаю во что они выльются виталькин прицеп стоит расцепленный не помню уже рассказывал вам или нет купил и китайскую 5 киловаттную автономку на всякий случай на дежурный пожарный пусть лежит а лёха у нас на бафике купил такую же название другое но китайскую только двух киловаттную установил лёх работает ты и выключил чё она жужжит а выхлопа нету а на тебе видно снял пленку вот так выглядит китайская двух киловаттная автономка а вот так пульт от нее чуть не пойму горит там чем циферблате пойдут пойду за руль сяду правда тут у него грязно все садится я в женильной рубахе ну точно такой же пульт как у меня на этой на стационарной автономки на гаражный а это лёхин бафик а это лёха а это он бачок прикрепил бачок ему армейский с китайской звездой да лёш далее хотя не такой нет я смотрел но я чет про звезду не помню так бачок вроде такой же но хрен ладно пойду еще прогуляюсь все там заняты своим делом кирилл сергеевич кум не хочет на видеокамеру сниматься говорит не фото и единичные поэтому пойду до виталика прогулялись вчера мы на этом старались а до этого я уже одну петлю менял на левой двери нижнюю вчера с виталиком верхнюю меняли честно говоря то еще удовольствие часа два наверное у нас на это ушло даже не сказал бы что я психовал но просто времени так что-то в обрез все было и некуда даже было заснять эти нюансы так что извиняйте кому ничего не сказал хотелось показать но я потому что думал что быстро это все будет а было это все как раз таки не быстро ни хрена а вот он виталий геннадьич делает его на каком-то грузовике на котором юрка работает они он рнит его там что-то патрубок у него на ретарде потек меняет патрубок виталий геннадьич оператор идет блохер херов скажешь подшипникам привет некогда я говорю вчера было некогда и сегодня некогда нам на ретарде я имею ввиду не на ретарде на курсоров знаете тормостат который коробка с ретардой стоит вот тут под коллектором а который без ретарда тормостат коробка стоит там спереди головки блока но она и крепится головки он крепится головки а не она чурка не русская вот так у нас все время телефон рядом лежит в говнище руки у витальки не грязные это они у него такие еще после лета ну загар короче не слез у самосвальщиков пустота один яма схожу компассирую сегодня всем вот народ у виталика оказывается на 1 на 2 он говорит машина машинах у него тоже задние корпус сапуна сухой не сочится с него ничего получается у нас 50 на 50 у машин у кого сочится у кого нет так что ему раз я клевету могу такую навести вы мне особо не слушайте самую главную вещь своего вещи своего гаража собрал это что цара которые здесь валялись это для коверта у меня подготовлено тока и вытащил мне под шланг такой ершу тот который будет стационарно висеть сейчас не хочет сниматься короче одной рукой не хочет сниматься ну понятно да что здесь ершик и просто под 22 резьбу вкручивается такой штуцер переходник это будет стационарно висеть постоянно на шланге а это будет торчать из каждой рамы грузовика 4 грузовика 4 таких груши трубка на 18 самая большая что может быть и штуцер такой уже просто в магазине купил закрутил надо будет только подумать как саму грушу пригородить это груша с клапаном чтобы воздух не уходил вот это без клапана который непосредственно уже будет цепляться от гайковерта вообще вам хотел показать раз уж про лёхину автономку начал вот моя автономка китайская 5 киловаттная и вот такой же у меня бачок только без звезды он спрашивал у тебя со звездой нет у меня оказался без звезды бачок решил хомутик поискать в гараже не нашел на грушу на шланг думаю в прицепе должно быть залез в прицеп свой который очень редко я эксплуатирую а тут ящиков хренов гора и чего тут только нету и хомуты нашлись и патрубки на ретарду правда мне они уже не нужны и на хрен всяких штуцеров переходников тут вообще до жопы и вот помните там где вам показывал где два ленивых две ленивые подушки соединял из двух трубок в одну штуцером тройником и вот хорошо бы конечно такое использовать чтобы они здесь две ровненько заходили и 1 дальше пошла но доверие к такому быстросъема у меня нету эти все быстросъемы так на случай доехать из рейса до дома дальше уже либо трубку целиком менять либо поставить нормальные а нормально это вот такие называю это вот нормальные рису маленькой и тут под разобраться и сейчас пойду дальше в бокс опять рибзики а вот кстати и синяя трубка про которую я вам рассказывал как раз восьмерочка как раз бы она мне очень прям приходилось ну правда здесь метраж не особо большой но все равно куда-нибудь я бы ее пригородил сейчас вот тут разделил что в мусор что пригодится даже не знаю вот эта омывалка работает она или нет короче надо здесь под убраться блин потому что да ну он там видите провалилась палетники палетник этот у меня буквой п получается я его обрезал с батей вместе городе ли тут все тут было покрашено все он гниет трещина череп череп но вот я специально такие ящики покупаю вроде тут все в говне в грязи а внутри все сухо стартер обязательно лежит у меня в двух хайваях стартера потому что один хайвей на автомате и другой хайвей на автомате на механике которые машины стартера и ну не до жиру и ни к чему не им если что механику воздух накачал дернул а эти уже не дернешь не заведешь поэтому в каждом хайвее лежит по стартеру с собой запасные ну и практически в каждой машине по генератору с четырех машин в трех генераторы лежат маленько убрался в гараже на улице уже темно пространство появилось побольше для маневров так скажем и ходить и все хотел я выпустить отдельное видео с самого начала обзор своего гаража своего инструмента и все что тут не имеется но когда делаю ремонт и машины прицепов вроде бы постепенно все вам рассказываю где чё лежит какие инструменты есть чем пользуюсь чем что и как делаю сейчас вот перебрал всю свою резину разобрал с дисков 6 колес тоже прошу на монтаж своими руками будет отдельное видео эти четыре и к хам и не помню какого года на продажу я буду выставлять если никто не купит выкину и вообще кстати они под нарезку если там объявление вообще за деньги и дорогой я не буду выставлять просто выкину их на хрен да и все есть вот такие два мишлена на передок 315 на 70 неплохие я даже сказал очень хорошие 19 года но мы никто не ездим на узких колесах у нас у всех батоны спереди стоят бампер тоже это с моей белоснежки изначально который я стоял с которым я ее покупал тоже он был завален все разгреб отфоткал будет на продажу он стоять за десятку выставлю надо надо не надо пусть лежит до лучших времен он там треснул двух местах здесь и здесь вот клепки видно так чё еще там тоже за картонками это все колеса стоят плохо картонок сколько много короче тут четыре фаерстоуна почти новых две камы на прицеп новых и две йокохамы из этого набора так сказать более менее самых лучших я себе оставил на всякий случай на вдруг под запаре доехать думал это шланг размотался вниз висит а это шиномонтажный инструмент мой колеса если никто покупать не будет значит я их переверну лежа по два может еще по одному сниму по три потом сделаю стол положу лист фанеры у меня тут есть на фанеру картонку чистую нулевую может еще тряпкой накрою и буду на этом столе как я уже делал и в другом боксе в этом перетягивать салоны синий салон на синей машине я в этом боксе перетягивал а была у меня там еще кто знает пятисотка беленькая века тот я салон перетягивал в другом боксе в том боксе сейчас базируется виталик с братом с моим с максимум и это мусор лестница ну верстак чистый ты просто все перчатки собрал по гаражу который еще не выкидывать и лопату ребенку все вот напоследок откладываю никак не сделаю уже сейчас жинка позвонила едет за мной кстати я вам говорил или нет вот эти этот набор отверток не дали вместе с китайской автономкой китайцы друзья наши молодцы какие на потолке тоже залез чуть подразобрался просто чтобы здесь посвободнее было единственный момент не знаю как теперь буду солярку наливать наверное только в грязной одежде потому что ты снится там тереться об это все не охота колпачки повесил колпачки колпаки из колес всякие разные от велосипед еще надо подвесить что-то не хотят никто кататься сезон закрывается потихонечку это юрка виталькин в рейс собирается вот его легковушка сейчас переставит местами это колеси мои блестят юрец-огурец вот примерно такой машине я мечтаю хочу продать омарок и купить ну что-то не знаю весь раздумьях пока что сегодня я уже понял что без омарока я как без рук ну что-то в рейс погнал покажи прическу подшипником в нихрена ты красавец будет переставляться не знаю о ведерко чуть не забыл кстати тачку вчера грузовую мыла до жопы лень было растягивать жопа грязная не помытая это с крыши течет я стараюсь убирать а и убирать набирать ни хрена у него и там сигналы там о даже номер страли светится у меня как классно только думаю от чего от того что фонарь то горит на телефоне кстати но кто не знает потом то я буду когда все доделаю обзорные веку делать от крышки крыльев верхние здесь черные стоят а на тракфесте стояли белые я их покупал специально новые давай юрец удача специально для тракфеста новые покупал для покраски вон они наверху тряпочки накрыты так вроде все дела поделал все вам порассказал кстати только вот вчера или когда позавчера про турбину рассказывал эту турбину с покоцанной кратчаткой от 10 курсора есть еще у меня от 13 курсора турбина с сломанным кольцом изменяемой геометрии лопнула там кольцо поэтому надо тоже отремонтировать ее и продать к чертям собачьим или оставить запас мало ли еще когда-нибудь 500 появится у меня погнал юрка в рейс нарчет забыл что что-то погнал да не погнал ну ладно все народ заколебался сегодня маленько я не то что заколебался одно колесо что-то какое-то дубовое было или диск какой-то кривой не знаю еле разобрал я его бил бил долбил долбил колотил колотил ну вроде все нормально так что не мучайте себя не насилуйте и не делайте как я отвозите на шиномонтаж свои машины свои колеса ну а я пошел переодеваться и отдыхать всем пока